Павел Павлович Латушка подключается к нашей беседе, заместитель председателя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси. Добрый вечер, Павел Павлович. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте с первого вопроса начнем. Наверное, важного, потому что, вы знаете, чего угодно можно ожидать от Лукашенко, собирается опять поговорить с Путиным. Зачем встреча эта Лукашенко, зачем она Путину, кто ее реальный инициатор, как вы думаете, и что они могут обсудить по состоянию на сегодня? Ну, вы знаете, здесь ключевое слово «проблема» прозвучало из УЗ Лукашенко. Но если не знаешь, в чем проблема, то проблема, как говорят, в деньгах. Я думаю, что главная проблема для Лукашенко – это получить очередной финансовый укол для его падающей экономики, для тех экономических проблем, которые существуют. Уровень заработной платы падает уже достаточно продолжительное время, не первый месяц. ВВП также находится в отрицательном состоянии. И как бы ни пытался его премьер или правительство рисовать какие-то радужные картины, ситуация в экономике не самая лучшая. Лукашенко, с другой стороны, понимает, что на войне можно заработать. К сожалению, это тот человек, которого можно назвать всего лишь хомо сапиенс, который зарабатывает на жизнях других людей, на убийствах, страданиях и смерти, как белорусов, так и украинцев. Поэтому он будет торговаться на предмет того, сколько Путин ему должен заплатить, чтобы он усилил свою поддержку России в возможной военной наземной операции, очередной фазе агрессии со стороны Севера в Украину. Я думаю, это главное, о чем будет разговор. Конечно, не осталось без внимания то, что в Беларуси находился начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Все-таки начальник Главного оперативного управления отвечает за военное планирование. Тот человек, который фактически готовит и организует войну. Соответственно, его прибытие, это анализ, как идет подготовка мобиков российских на территории Беларуси, ну и регистрацировка на местности, то есть проверка о том, как выстроить военную операцию. То, что она готовится, я думаю, ни у кого из нас нет сомнений. Сейчас мы видим признаки этого. Во-первых, конечно, увеличивается живая сила оккупантов, врага на территории Беларуси. Мы видим, что идет мобилизация внутри Беларуси. Даже все члены нашей команды, Народного антикризисного управления, которое я возглавляю, и представительство в кабинете, получили военные повестки в Беларуси, мобилизационные предписания. Также мы видим, что поступает в Беларусь военная техника. Очень нас насторожило то, что вчера под Минском был замечен состав из 15 единиц ЗРК ТОР-М2 и инженерного оборудования, которое доставляется в Беларусь. Значит, предполагается, что это инженерное оборудование может быть использовано в качестве понтонов для форсирования рек. Эти ЗРК ТОР-М2 могут использоваться для прикрытия наступательной операции. Поэтому все это выглядит не очень хорошо. И понятно, что этап за этапом готовится следующая фаза развертывания вооруженных сил России на территории Беларуси. Это будет легендировано под учение. Или, как говорят некоторые источники, возможно, это к концу декабря будет развернуто. Не знаю, наш представитель по вопросам обороны считает, что это, скорее, последние числа декабря. Наши источники, скорее, говорят про начало весны следующего года. Но мы же видим, что одновременно идет массированное уничтожение гражданской инфраструктуры в Украине. То есть Путин работает над тем, чтобы изменить настроение внутри Украины. Одновременно готовится новый плацдарм с Беларуси. И когда будет дана команда начать агрессию, все будет зависеть, конечно, от общей оценки ситуации. Но стратегически это выглядит сейчас так. Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что вот эти группы людей, которые, так скажем, просачиваются на территории Украины под видом мигрантов, беженцев или просто заблудившихся, в кавычках, людей, это, скажем, такая себе разведка, прощупывают ситуацию, пытаются, может быть, маршруты проложить? Или же не стоит ожидать подобных выводов и не спешить с ними? Ну, вы знаете, конечно, пока это не переросло в провокации, локального характера на границе. Тут могут быть разные сценарии. Люди, которые бегут, люди, которые пытаются уйти от возможной мобилизации, действительно разведывательные действия на территории Украины. Но одним из этапов вообще реализации этого сценария белорусского плацдарма для последующей агрессии, это как раз таки является подготовка локальных конфликтов на границе. Когда продается история о том, что якобы Украина хочет атаковать территорию Белоруссии, нанести превентивные удары по скоплениям вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации на территории Белоруссии. И это создает подтекст, претекст для того, чтобы Лукашенко и Путин, соответственно, могли ответить, защищая якобы единое союзное государство. Все это делается и с информационной подоплекой, пропагандистской подоплекой, но это нужно показать и в реальности, в действии. То, что одним из этапов, я бы сказал, четырехэтапной стратегии, информационное давление, в последующем наращивание сил, скопление сил и провокации, потом увеличение до максимума российской группировки на территории Белоруссии, четвертый этап уже сама агрессия. Одним из элементов и одним из этапов является как раз создание провокации на границе. Кстати, не только с Украиной. Такие провокации могут быть и на границе с Польшей. Ну, кстати, вот интересно, что представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал, что информация о том, что Белоруссия якобы готовит наступление для того, чтобы посеять панику, распространяется в том числе. Но тут это не я не как претензию говорю, а как то, что вот из интересного, что цели как раз вот этой спецоперации в том числе являются и сами белорусы и Беларусь. То есть для того, чтобы нагнетать эту обстановку и легче Лукашенко было удерживать свою власть, ну, грубо говоря, чтобы людям было не до разбирательства вообще, а что происходит с экономикой, что происходит с их жизнями, что происходит с утисками гражданских прав и свобод. Да слушайте, тут Украина должна напасть вот с дня на день. О чем вы вообще думаете? Вы правы. Дело в том, что это же использует российская пропаганда. Чем заняться, вместо того, чтобы заняться проблемами российского жителя в глубинке, который спивается, у которого туалет на улице, он зарабатывает на бутылку водки, выпил половину бутылки водки, посмотрел телевизор и говорят, ай-яй-яй, на нас нападает НАТО, там Украина хочет на нас напасть и уничтожает якобы русских. Допивает вторую бутылку водки и готов идти сражаться. То есть это такая примитивная философия, примитивная идеология и политика. И эту примитивную философию и идеологию хотят реализовать и в Беларуси. То есть создать образ врага кругом, начиная с Украины и потом пошла дальше Польша, Литва, что они как раз таки хотят нас уничтожить, атаковать, зачистить все информационное пространство, лишить возможности Демсилы достучаться до белорусских умов. И тогда работает пропаганда российская, белорусская в унисон и создается такая картина. Еще раз, говорить, что сегодня возможно агрессия, нет. Я расписал эти четыре фазы, мы скорее находимся где-то на второй фазе из этих четырех. То есть до агрессии еще нужно пройти как минимум две или полторы. Но то, что это идет, да, конечно, одним из первых элементов является создание пропагандистской шумихи и угрозы давления на руководство Украины для того, чтобы вынудить руководство Украины сесть за стол переговоров с Россией и отказаться от части своих территорий. Конечно же, для них сценарий только отправить войска – это уже крайняя история. Давайте будем реалистами. Они же видят, сколько погибает русских, а тут еще и белорусов надо будет на убой направить на территорию Украины. Разве это для них выгодный сценарий? Ну нет, но он, конечно же, реальный. Эти люди, которые сидят у руля, они не думают о людях. Но все-таки он по этапам последний. Будем наблюдать, как ситуация будет развиваться. И, конечно же, эта интрига сохраняет желание Лукашенко пообщаться с своим старшим товарищем. Спасибо вам большое за это включение и за ваш подробный и глубокий анализ. Павел Павлович Латушка, заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси, был с нами в прямом эфире.